Добрый вечер! В эфире Вести Крачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Человек-легенда, почетный химик и изобретатель СССР. В Черкесске состоялся митинг, посвященный столетию со дня рождения Захара Цахилова. В хозяйство Крачаево-Черкесии завоевали семь медалей на всероссийской выставке племенных овец и коз. Было представлено племенное поголовье Крачаевской советской мясошерстной породы. Марафон добра в преддверии Дня защиты детей. Благотворительный детский фестиваль подарил праздник ребятишкам. В горнице мастерицы, в школьном музее казачьего быта ученицы и их наставник поделились секретами вязания и вышивки. В столице Крачаево-Черкесии вспоминали почетного гражданина города Черкеска, героя социалистического труда Захара Цахилова. Человеку, который сделал многое для развития автономной области, а потом и республике, 28 мая исполнилось бы 100 лет. Отдать дань уважения Захару Сосланбековичу пришли к его памятнику на территории лечебно-реабилитационного центра родственники, друзья, коллеги. Подробности в сюжете корреспондента Артур Амкце. Современный Черкесск сегодня трудно представить себе без высотных жилых домов, медико-санитарной части с новейшим оборудованием, без постоянно курсирующих по городу троллейбусов и многого другого. Люди до сих пор с теплотой и некоторой горечью вспоминают о канувших в лето химическом производственном объединении и дворце культуры химик. Оба, увы, не дотянули до столетия своего создателя, человека, сделавшего многое для развития районного, а потом и республиканского центра. Памятник Захару Сосланбековичу Цахилову в настоящее время находится на территории регионального лечебно-реабилитационного центра, бывшей медико-санитарной части, также построенной по инициативе и при непосредственном участии руководителя химзавода. Во время состоявшегося здесь памятного мероприятия друзья, родственники, коллеги Захара Цахилова вспоминали, сколько всего нужного, важного было сделано благодаря ему в Черкесске. В неполные 22 года он возглавил небольшой артель в городе Черкесске. В ту пору город и область только восстанавливались после фашистской оккупации. Война еще не закончилась. Разгромленное захватчиком оборудование не полностью восстановлено. Оборудования критически не хватало. Он действительно строил садики, строил дома людям, строил, пустил троллейбус в городе. Великий он был человек. Он всю жизнь расширял и строил завод. Если на заводе работало 3000 человек, мы еще не учитываем тех людей, подрядных организаций. Треста Карача, Черкес, Прямострой. Треста Минмонтаж, Спецстрой, подразделение СНИВНОМЫСКО. Все имели подряды на заводе, потому что постоянно Захар Алексеевич строит, развивал завод. Естественно, росли мощности, росли доходы предприятия и росли отчисления в бюджет города и в бюджет республики. Я вам могу привести такой простой пример, когда он уже после смерти сына чувствовал себя в упадке, скажем, жизненных сил. Он все равно продолжал модернизировать производство. И когда он уезжал уже на лечение в Москву, откуда он, к сожалению, не вернулся, на предприятии оставались незапущенными, но готовыми к работе цеха, готовые отвечать потребностям рынка современного. Человек всегда смотрел в будущее. Я уверен, что никакие преграды его не остановили. Продукция всегда конкурировала. Многие задаются вопросом, что было бы с детищами Захара Цахилова, если бы он еще несколько лет оставался у руля химзавода. Однако история не предполагается слагательного наклонения. А потому остается лишь радоваться тому, что есть. Восхищаться гением человека, отдававшего всего себя любимому делу и малой родине. Учиться на его примере. Артур Махце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 46 029 человек. Из них 44 887 выздоровели, 13 человек госпитализированы. Хозяйство Карачаево-Черкесии завоевали 7 медалей на Всероссийской выставке племенных овец и коз. В работе принимали участие 17 регионов России, которые представили лучших племенных животных российской и зарубежной селекции. От Карачаево-Черкесии на выставке было представлено племенное поголовье карачаевской и советской мясошерстной породы овец трех хозяйств – икар, махар и заря. В различных номинациях выставочные животные завоевали 7 медалей, 3 золотых, столько же – серебряных и одна бронзовая. Также грамотой отметили национальное подворье Карачаево-Черкесии, где представили национальную одежду, декор и быт народов республики. МЧС предупреждает, в горах выше 3000 метров лавина опасна. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 9, а днём 27-32 градусов тепла и местами 17-22. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днём 30-32 градусов тепла. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. Продолжаем выпуск. Школьницы Аула Эркенхалк стали победителями акции «Нет кибермошенничеству». Она проходила в общеобразовательных учреждениях 15 регионов ЕФО и СКФО. А приурочили её к всероссийской неделе финансовой грамотности. Альбина Ламкова встретилась с победителями акции. Одна из главных задач в образовании детей – качественная подготовка ко взрослой жизни. А нынешние экономические условия диктуют необходимость получения знаний в вопросах повышения финансовой грамотности и умению сохранять безопасность своих данных и финансов в цифровом мире. Для этого в образовательную программу школьников включены темы в этом направлении. В основу этих уроков легли просветительские материалы Банка России и, конечно же, работа компетентных педагогов. Финансовой грамотностью занимались ребята сначала в начальной школе, затем Лилия Хаджумаровна проводила уроки с учащимися 10 класса. Сейчас же у нас практически все учащиеся школы уже занимаются по финансовой грамотности. Во всех сессиях, что проводит Центробанк, онлайн-уроках, это ученики с 6 класса по 11 участвуют. Очень интересные темы и, разумеется, именно актуальные. То, что сейчас в интернете как раз идет, в наше особенно нелегкое время, развито очень кибермошенничество. И дети именно вот эту тему как раз и любят. Необходимость внедрения урока финансовой грамотности в школах обусловлена еще и тем, что современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют денежными знаками и являются активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой грамотности. По тому тему межрегиональной акции «Нет кибермошенничеству» поддержали более 800 учащихся из 20 школ только нашей республики. Самыми активными оказались учащиеся школы аула «Эркенхалк» Алия Кабардаева, Амира Карасова и Эмина Раскельдиева. Ими был создан ролик на тему кибермошенничества и размещен в социальной сети ВКонтакте. Он набрал более 300 тысяч просмотров и стал лучшим по СКФО. Мы решили призвать всех к финансовой грамотности и то, как сберечь себя от мошенников. В нашем видеоролике мы рассказали то, что кибермошенничество, оно и сейчас набирает обороты, то, что многие люди этому подвергаются и что лучше с детского возраста об этом знать, это изучать, то, что это очень полезно в будущем и в настоящем. Заместитель управляющего отделением Банка России по Корчаево-Черкесии Раух Тугов поблагодарил всех участников масштабного проекта и вручил победителям благодарственные письма. Эти знания пригодятся им и сейчас, и в будущем, когда они вступят во взрослую жизнь и смогут самостоятельно распоряжаться своими финансами. Я искренне поздравляю наших победителей и благодарю всех участников за проявленный креатив и нестандартный подход к вопросам киберграмотности. А подобного рода мероприятия мы будем проводить и в будущем. Поэтому надеюсь, что школы Корчаева-Черкесии по-прежнему будут активными в вопросах продвижения и изучения темы финансов. Аналогичные акции региональное отделение Банка России Корчаева-Черкесии будет проводить и в будущем, отметил Раух Тугов. И выразил надежду, что школьники региона сохранят свою активную позицию в изучении темы финансов. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаева-Черкесия. В Афитеатре Черкеска прошел марафон «Добра». Это благотворительный детский фестиваль к Международному дню защиты детей «Мой особенный ребенок». Мероприятие составилось благодаря поддержке организации «Счастливое детство» и «Добро детям». Участвовали в нем детские коллективы республики. Они подготовили яркий концерт с разными хореографическими номерами. Одним из организаторов фестиваля выступил волонтер благотворительного фонда «Территория милосердия» Руслан Байрамуков. Я волонтер благотворительного фонда, уже занимаюсь пять лет. Провел всем благотворительных концертов детям. Я просто такой человек добрый. Я обычно проводил благотворительные концерты детям, но в этот раз решили сделать детский фестиваль детям, чтобы выступили дети, чтобы они познакомились, подружились между собой. Дружба к столетию Карачаева-Черкесии, к дню защиты детей. Женское рукоделие живет и развивается. В музее Куржиновской средней школы номер 2 прошло мероприятие в горнице-мастерице. В школьном музее казачьего быта ученицы и их наставник, учитель технологии Наталья Вычикова, поделились секретами вязания и вышивки. Подробности у Али Баташева. В уютной казачьей горнице все дышит стариною. Бережно собранные школьниками экспонаты воссоздают быт быт толпашинских казаков 19 века. Вязальные спицы вместо привычного смартфона в детских руках, хоть и смотрятся необычно, но погружают в историю глубоко и надолго. Простейшая техника вязания спицами и крючком позволяет создавать неповторимые вещи. Вышивали не только крестиком, но и гладью. Причем каждый цвет имел свое значение. Красный цвет считался цветом красоты, победы и любви. Цвет желтый считался цветом разлуки. Менее всего использовали зеленый цвет, он считался растительным миром. Цвет черный считался цветом ночи, покоя, тепла. Вышивали не только животные и растительный мир, но и вышивали разными звездочками, треугольниками. Редкой рукоделии обходилось без песни. Ты ли мое сердце сокрушила, Ты ли надломила два крыла. В основном женщины занимались, казачки, рукоделем пряли, вязали и ткали. И все это делали из природного материала. Поселок Куржинова – место исторически компактного проживания казаков. Во второй школе создан и успешно действует класс казачьей направленности. Делитесь по столицам казаки. Любимая Родина и границы защищаем. Чтобы послужить на славу для страны, Кавказ от этого земца похороняем. Страна лихих джигитов и вольных казаков очень удивительна. Наряду с казачьими играми, литературно-историческими композициями на тему казачества, здесь всегда есть место дружбе и уважению к культуре других народов Северного Кавказа. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин 12 июня. В День России. Всероссийская государственная телерадиокомпания проводит фестиваль-марафон молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина?» «Лучшие голоса страны» прозвучат на мультимедийной платформе смотрим.ру и на официальном сайте ГТРК «Карачаева-Черкесия». Споемте, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова